Смоленская АЭС За 9 дней ноября энергоблоками Смоленской АЭС было выработано 508 миллионов киловатт-часов. Сверхплана – 20 миллионов. С начала года выработка составила 18,8 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 319 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС проходит очередной этап зарыбления Десногорского водохранилища, которое продлится до конца ноября. Всего водоём планируется выпустить 330 тысяч мальков серебристого толстолобика, 270 тысяч мальков белого амура и 41 тысячу мальков чёрного амура. Это растительноядные рыбы, которые поддерживают водохранилище нужную флору. Атомная станция затратила на это мероприятие более 6,5 миллионов рублей. Сегодня 8 ноября Смоленская АЭС производит очередной этап зарыбления Десногорского водохранилища толстолобиком, серебристым амуром и чёрным амуром. Это уже стало традицией для Смоленской АЭС. Забота об экологии водохранилища, о безопасности атомной станции, которая в том числе достигается за счёт поддержания экологического благополучия водохранилища. Помимо природоохранной цели, зарыбление направлено на обеспечение безопасной эксплуатации теплообменного оборудования атомной станции. Толстолобик помогает бороться с цветением воды. Белый амур – с избыточной водной растительностью. Чёрный амур – редкий вид, занесённый в Красную книгу России. Помогает естественным образом бороться с размножением в акватории водохранилища моллюсков дрейсены, неконтролируемое развитие которых может привести к затруднению работы систем технического водоснабжения атомной станции. Напоминаем рыбакам, что рыболовство во время выпуска и ещё в течение 15 дней запрещено в радиусе 500 метров от того места, где выпущена молоть. С целью охраны водных биоресурсов рыбоохраной совместно со Смоленской АЭС будут организованы антипраконьерные рейды по Десногорскому водохранилищу. Седьмой раз сборная атомной отрасли показала превосходный результат на национальном чемпионате WorldSkills High Tech. В компетенции «Инженерное мышление Каракури» бронзу завоевала команда Смоленской АЭС. На чемпионате станцию представляли Виталий Фёдоров, Дмитрий Зайцев, Евгений Сотников и Михаил Шамшурин. Команда признана образцовой в соблюдении правил охраны труда и системы 5С. Изобретённое нашей командой устройство оказалось самым экономичным, быстрым, требующим минимальных действий оператора и отмечено дипломом за лучшее инженерное решение. Новаторские идеи наших ребят высоко оценили и другие участники. Хорошие результаты показали специалисты Смоленской АЭС и других компетенциях. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.